Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1191. Событие дня. 2 Коринфян 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. За 22 марта 2019 года. Объявление. Умерла сестра Анастасия Валерьевна. Четыре ребятишек осталось. Ну и сказали сделать объявление. Может кто желает помочь. Дети молодые, учатся. Если у людей помощь оказывают желание. Вот оно где и как на кого. Прочитайте. Дальше. Валентина. Мир всем. Благодарю всех, кто выставляет ролики утренних молитв с Игнатием Тихоновичем. К сожалению, я не могу в них участвовать напрямую, так как не совпадаю по времени и молюсь уже в записи. Но есть пожелание, что буду улучшать звук у Сергея Пупкова. Остальных слышно хорошо. Спаси Христос. Николай, доброе время суток. Скажите, пожалуйста, а Сергей Пупков имеет духовное образование на то, чтобы вести лекции по изучению Библии? Я почему спрашиваю, так как сам учусь в духовной семинарии. Но нам пока не благословенно вести подобных лекций, так как не имеем опыта и дабы не впасть в ересь. Это не постановление РПЦ. Ну и правильно, какие занятия, если ничего не знаешь. А он знает, и в этом благословение Господне. Так, если брать за основу, то у Петра никакого образования не было, ни у Иоанна, ни у кого. Из апостолов 12, ни одного не было грамотного. В том смысле, как откончать семинарии Академии 1, был это Павел 13. Валентина, благодарю, Игнатий Тихонович, что Вы упоминаете меня в своей молитве. Для меня недостойно, это великая честь. Спаси, Христос. Это Валентина Сортисон из Германии. Отвечаю, Вас, дочерь Вашей Екатерины, мы упоминаем на молитвах постоянно, как добрых и близких нам соработников на небе Божии. Наша миссионерская поездка все еще продолжается в ином формате. И мы у Вас снова и снова в гостях. Валентина, мы очень и очень рады этому. Да благословит Вас Господь на все дела Ваши и пошлет помощь свою. Роман. Утроба моя, утроба моя, скорблю во глубине сердца мое, волнуется во мне сердце мое. Не могу молчать, ибо Ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу, брани. Ну, это пророк Иеремия знал, о чем говорил. Иеремия 4,19. Игнатий Тихонович приводит слова пророка о том, что он, пророк, хотел молчать, не общаться с грешником ради исправления его. Но в пророке был огонь, который он не мог угасить. То есть пророк не мог не общаться с грешниками, не мог не говорить обречения в их адрес, потому что пророк любил людей не за грех, а за образ Божий в них. Недоумение в тексте Святой Библии, я пишу тут название ролика, легко разрешается самой Библией. Спросили, а где можно на Алтае купить мед, настоящий, с пасеки? Я отвечаю, Алтайский край, Тюменцевский район, село Урывка. Шерстобитов, Геннадий Павлович. Николай, Малакия, что такое объясняет Малакия? Просчитайте. Ну, это садомский грех, который творит, тот садомит, а этот Малакий, на котором это творит, который роль женщины исполняет, сормота. Монжеложество, так правильно назвать этот садомский, богомерзкий грех, не только разрушает личность человека, но и меняет, портит и извращает человеческую природу. Вот почему садомита нельзя считать полноценным человеком. По милости Божией, и такому грешнику есть прощение и надежда на спасение. Но для этого нужно, раз и навсегда, оставить этот смертный грех и возненавидеть его. Нужно, щасердечно, исповедать его истинному и законному священнику с указанием времени пребывания в нем и числа связей. Смаковать подробности при этом нельзя. Нужно принять и понести церковную эпитемию, которая раньше состояла в недопущении согрешивших при чищении в течение до 20 лет. А ныне, лишь перед смертью. Все оставшееся время ты должен провести в непрестанном покаянии, безропотном терпении всех скорбей и болезней, а, возможно, и лютой мучительной смерти, пребывая в разряде кающихся, слушающих писания и преподающих. После возраста соглашенной изъедети должно немедленно покидать храм. Стоять должно только в притворе храма. Посчитая себя хуже всех, к святыням не прикасаться. Кроме общих молитв, должно ежедневно до смерти своей молить Бога о прощении, этого мерзкого греха, пока не получишь извещения от Бога о прощении и избавления от всех его последствий и впечатлений, называя себя при этом содомлянином и блудной мерзостью. Должно смириться перед всеми людьми, смиряться должно, и особенно перед христианами. Если это соблюдаешь, то можешь спастись. Дальше Наталья говорит, Тушенко пишет, Калужский губернатор предложил в библиотеках поставить мощи. Вот о Федоре Конюхове заговорили. Вот он в море болтается, шторм, молитесь. Зачем он там нужен? Это не гордость, ничего. Удиваясь тщеславием, упиваясь, Федор, отец, теперь напрасно подвергает свою жизнь смертельным опасностям, искушая Господа. И вот теперь мы вынуждены молиться об экстремале, докучая Богу. Прости нас и Его, Господи, и помоги находящемуся в опасности отцу Федору. Елена, как ребенок, мало это, так сказать, отец. Чего он добивается, неизвестно. Лучше бы он по земле ходил, и на совес своих пас, и а то, как перекати поле, и теперь штормит его. А по-простому сказать, допрыгается, если не остановится. Вот еще как. Притом правильно говорят. Бюджеты колоссальнейшие тратятся на его путешествия. И лично мне тоже непонятно, для чего. До обращения не понимал, и сейчас не понимаю. Кому он нужен, этот батюшка? Ужас ужасный. Гусей Неврустик, что не так давно повел себя не так, как надо. Похоже, покаялся. Написал об этом нашему духовному отцу. Есть надежда, что, как исповедник православной веры, он попросит руководителя нашего сообщества, Сергея Пупкова, уменьшить ему срок эпитемии. И Гусейнова подключат к совместной молитве. Амирь. Да, вот так. Доброе утро у вас. У меня не утро, еще вечер. А вы откуда? Соединенных Штатов. А вы откуда? Россия, город Барнаул, Алтайский край. Далеко. Сколько времени сейчас у вас? У нас 6.41 утра. Вау, так же уже утро? Ну да. Доброе утро. Доброе утро. А у вас сколько времени? 19 часов 40 минут. Да, вот еще начинается еще день. Но сумерки уже такие. Понемножку. Ну вот это сейчас мы смотрим, что смотрело. Показать, что наши ресурсы. Не все знают, к чему привязано. Это первое, самое драгоценное, первоначальное было. Это мой мир. Мой мир. Можно было посмотреть. Очень хорошая система была. Очень хорошая. Вот что-то Юрий зашел. Он знает отца Геннадия. Ну вот так. На почту пошло. Ну а это наш форум. Форум. Тоже во свете Библии, открытый махом. А это наш видеоканал. Во свете Библии. Сегодня я выставил 15-16 роликов еще будут. За раз 16 роликов. И все важные. То есть у меня богатство-богатство огромное. Еще за день штыки 3 будет выставлено. Смотрите, радуйтесь. Есть тут и большие. Тут небольшие. Вот, допустим, извержен. Сейчас 9 минут. Другие поменьше. Вот 46. Сейчас рулетка. Утренние молитвы. Сейчас 20. Вот то, что у нас есть. Вчерашний день. Тут сосед строит дом. Не строит, а ремонтирует. Один жил. Пил. Поджег. И соседа чуть не сжег. И пил все время. Ему стали являться нечистая сила. Он тот, говорит, начал буйствовать. В бане был все ломать. С бесами бороться. Ну и сейчас где-то в доме призрения находится. Видимо, брат это у него все взял. Горелое восстановил. А горелое, которое вытащил там бревешки. Вчера подошли. Мне сказали, будете брать. Ну, начали возить. Мы перевезли сюда. Кое-что осталось еще. Потом, когда растает из-под снега. Ну, а там все. Дальше что день? Начинается с молитвы. Помолились. Целый день нахожусь здесь. Благословен Господь. Ну и последнее у нас это Во свете Библии Православный библейский сайт. Очень и очень много всего. Православный библейский сайт Во свете Библии. И на этом сегодня все.